Птицы Лебедь-шипун является одной из самых крупных водоплавающих птиц в Европе. Он устанавливает на воде свои порядки. Бедной утке приходится спасаться бегством. Но и на суше он пытается всем показать, кто тут главный. На этот раз он не смог спокойно пройти мимо пса. Лебеди всегда готовы защищать не только свое семейство, но и территорию. Псу даже не стоит пытаться искупаться в водоеме, если там плавают лебеди. Лебединые бои могут быть довольно жестокими, так что невинная внешность может быть очень обманчиво. В реальности лебедь-шипун больше похож на монстра из фильма ужасов, чем на принцессу-лебедь. Южный гигантский буревестник – это агрессивный хищник, который питается как падалью, так и живой добычей. Эти птицы могут весить более 5 килограмм, а размах их крыльев достигает почти двух метров. Встречаются только в южном полушарии. Буревестники охотятся на других морских птиц. Например, на пингвинят и даже взрослых пингвинов, если те ранены. Добычей буревестников стал маленький пингвиненок. К сожалению, пингвин беспомощно наблюдает за происходящим, но не может спасти своего малыша. А на этих кадрах буревестник расправляется с добычей покрупнее. Иногда эти буревестники вступают в свадку друг с другом, и это довольно жестокое зрелище. Казуар выглядит скорее экстравагантно, чем грозно. Но не нужно ее недооценивать. Официально зафиксировано 150 случаев нападения этих птиц на людей, два из которых даже привели к летальному исходу. Весом и скоростью бега казуары практически не уступают страусам эму. Когти на лапах казуаров острые, как кинжалы, и вырастают до 10 сантиметров в длину. При этом птица способна подпрыгнуть на высоту в метр и нанести удар. Поэтому защищаться от них можно, разве что прикрывшись щитом. Хотя обычно люди используют для защиты все, что попадется под руку. Глядя на это мирное семейство, сложно поверить, что эти птицы могут быть настолько агрессивными. Однако внешность обманчива. Казуары живут на острове Новая Гвинея и на севере Австралии. Название птицы в переводе с местного наречия означает «рогатая голова», потому что на голове казуара и правда имеется мощный роговой выступ. Страусов природа лишила возможности подняться в воздух. Зато наградила быстрыми и сильными ногами. Это самые быстрые птицы планеты. Они способны разгоняться до скорости в 70 километров в час, а еще самые крупные. Рост страуса может достигать двух метров. Страусы иногда нападают на людей. И если это случается, то у жертвы есть реальный риск оказаться затоптанной. Далеко не всегда, чувствуя опасность, страус прячет голову в песок. Он вполне способен отпугнуть некоторых хищников и прогнать их прочь. Ворона свистун – это редкий вид птиц, который обитает в Австралии. За внешнее сходство с европейскими сороками их часто называют австралийскими сороками. Но от европейских тезок эти птицы отличаются куда больше агрессивностью. Ну и, конечно же, тем, что умеют свистеть. Если привычные нам сороки славятся тем, что могут стащить все, что блестит, то европейские нередко нападают на людей. Особенно агрессивными они становятся в брачный период. Достаточно оказаться неподалеку от их гнезда, чтобы свистун атаковал. Но для человека свистуны не так опасны, как другие птицы. Они нападают на пернатых, которые меньше их по размеру. Зачастую вообще беспомощно. Австралийские сороки – очень кровожадные птицы. Глядя на эту маленькую и безобидную с виду птичку, сложно понять, почему в переводе с латинского ее имя сорокопут переводится как мясник или палач. Размером они не больше воробья, но способны удерживать и переносить в своих лапах небольших животных, например, мышь. Думаю, вы уже догадались, что сорокопуты – это хищные, весьма кровожадные птицы. Стервятники обитают там, куда редко ступает нога человека. Однако, если же однажды вы повстречаете этих птиц, лучше держаться от них подальше. Они довольно крупные и сильные. У них острые когти и мощные клювы, так что они способны нанести серьезные травмы. Хорошая новая заключается в том, что они вряд ли станут вас атаковать. Ведь, как известно, они питаются падалью. Однако, если вам вздумается вздремнуть в местах обитания стервятников, то будьте осторожны, вас могут принять за еду. Стервятники парят над землей, высматривая, чем можно поживиться. Вид животных их вообще не беспокоит. Сойдет любая падаль. Иногда стервятники добивают больное или раненое животное, чтобы поскорее приступить к трапезе. Снежная сова похожа на сказочного персонажа. Вот только в реальной жизни это очень жестокий и коварный хищник. Это птицы-кочевники. Они перемещаются на дальние расстояния в поисках пищи. Их острые, как бритва, когти не оставляют жертве шанса на спасение. Этот вид сов – один из самых крупных. Обитают эти птицы в Северной Америке. Ястреб является одним из самых искусных охотников мира пернатых. Его острое зрение, маневренность и способность рассчитывать траекторию полета не оставляет жертве ни шанса. На этих кадрах вы видите, как ястреб хватает огромного ящера. Вот ястреб хватает огромного кролика. А на этот раз не повезло голубю. Впрочем, жертвой ястреба могут стать даже такие крупные птицы, как чайки. Белоголовый орлан является символом Соединенных Штатов Америки. Его впечатляющие размеры и невероятная грация сделала его олицетворением силы, свободы и мудрости. Он также относится к семейству ястребина. Только посмотрите на эти огромные цепкие когти. С их помощью орлан хватает и удерживает свою добычу. Даже рыба не ускользнет. Краснохвостый ястреб – один из самых опасных из всего семейства. Хотя люди не входят в рацион этих хищников, от них все же лучше держаться подальше. Кроме того, что их острые когти могут оставить глубокие царапины, эти птицы также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. На этих кадрах мы видим, как краснохвостый ястреб хватает летучую мышь прямо на лету. Точная работа. Все представители семейства ястребинах агрессивно защищают свою территорию, так что могут атаковать человека, который пройдет мимо их гнезда. Крупная белоголовая чайка вырастает до 60 сантиметров в длину, а размах ее крыльев достигает полутора метров. Мало кто знает, что это кровожадные хищники, которые питаются не только рыбой. На этих кадрах вы видите, как чайка целиком проглотила крысу. А эти две чайки сцепились между собой. В южно-центральной и восточной части Африки обитает венциносный орел. Это одна из самых больших хищных птиц на планете. Чаще всего их жертвами становятся крупные обезьяны. Был случай, когда венциносный орел атаковал семилетнего мальчика. Поэтому от этой птицы точно лучше держаться подальше. Шпорцевые гуси никого не атакуют и не несут никакой угрозы. Но только до тех пор, пока кто-то не попытается их съесть. Эти птицы питаются ядовитыми жуками. Поэтому их мясо токсично, как для людей, так и для животных. Бородач или ягнятник – это тоже птица и семейство ястребинах. Ягнятником его прозвали пастухи, так как считали, что он способен одолеть овцу. На самом деле, даже если бородач действительно способен на это, то не станет этого делать, так как питается исключительно падалью. Однако это большая и сильная птица, которая пугает. Понятно, что увидев эту громадину, хочется убежать прочь как можно скорее. Северные олуши – одни из самых энергичных птиц. Они готовы атаковать все, что шевелится. В еде они особо неразборчивы. Случаев нападения на людей зафиксировано не было. Но все же лучше держитесь от них подальше. Кто знает, вдруг вы покажетесь им аппетитными. Индийского аэста марабу одновременно и боятся и почитают. С одной стороны, его считают нечистой птицей за то, что ее часто можно застать за поедание мусора на свалках. Но, питаясь отходами, марабу работает своего рода санитаром. Однако говорят, что эти птицы иногда появляются на похоронных церемониях и пытаются клевать тело усопших. Пингвины кажутся нам милейшими созданиями. Но хохлатые пингвины – это скорее ища диада. Они самые агрессивные из всех пингвинов и постоянно выясняют отношения. Они борются между собой практически за все – за территорию, за право спаривания. Они часто агрессивно себя ведут даже по отношению к собственным пингвинятам. Сапсан – это хищная птица семейства соколина, увидев которую точно стоит бежать прочь. Но есть одно но – убежать все равно не получится, так как сапсан является самой быстрой птицей на планете. Во время совершения пике сапсан достигает трех сотен километров в час. Оказывается, мешок пеликана предназначен не только для рыбы. Эти птицы с удовольствием полакомятся и грызунами, и другими птицами. Но только при условии, что они влезут в его мешок.